МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приглашаем специалистов, наркологов, психологов. Там приходят гости из наркоконтроля, которые рассказывают о законодательстве Российской Федерации. Что касается кодекса об административных правонарушениях, это статья 6.9. Незаконное потребление наркотических средств без назначения врача. Она предусматривает ответственность до 5000 штрафа или административный арест до 15 суток. Ну и статьи, конечно, Уголовного кодекса. Это основные 228 и 228-я прима 1, за которую в настоящее время за сбыт наркотиков предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Что касается лиц, состоящих на наркологическом учете, 70% лиц сейчас в настоящее время – это люди в возрасте до 25 лет. А возраст наркозависимых за последние 10 лет уменьшился в 2,5 раза. Мы непосредственно начинаем работать, когда человек сам лично обращается к нам за помощью. С консультативной ли помощью или уже стационарной помощи нам необходима. Смотря какая цель необходима самому пациенту, мы же его заставить не можем лечиться, принудительного лечения нет. Мы планируем, создаем план лечения. Он сам выбирает, в каком направлении идем. Много таких ребят, которые самостоятельно понимают проблему свою и обращаются? Процентов 25. Раньше было намного меньше. Получается, если человек к вам не пришел добровольно, вы ему уже ничем помочь не сможете? Только в экстренном состоянии, когда уже нельзя его оставлять, неотложная помощь, только в этом состоянии, да. Так добровольное лечение. Ребята у нас, те, которые проживают в общежитии, они встречаются с врачами, и эти мероприятия проводятся сначала в общежитии. Там точно так же наши врачи, поликлиники проводят всю разъяснительную работу. Психологи нашего университета работают. И показываем фильмы, фильмы, посвященные профилактике наркомании. Постараемся те ребята, которые проживают в городе, на квартирах, мы считаем охватить всех. Но ребята готовы разговаривать с нами.